Сын знаменитой латвийской актрисы Вии Артмана, поэт Каспарс Димитерс, скорее всего, не сможет получить статус негражданина Латвии. Он его просил для себя в знак протеста против того, что его имущество было арестовано коммерческим банком. Сын Вии Артмана, скандально известный латышский музыкант и общественный деятель Каспар Димитерс, решил отказаться от гражданства. Но получить статус негражданина ему не позволяет законодательство Латвии. Официальный ответ на заявление Димитерса должен поступить только в конце сентября. Однако пресс-секретарь управления по делам гражданства и миграции Андрей Рябцев пояснил порталу Манго, что у него нет права комментировать конкретный случай. Ясно, однако, что Димитерсу стать негражданином не удастся. Отказаться от гражданства Латвии можно только в пользу гражданства другой страны или для начала процесса натурализации в новом государстве. Вместе с тем сам Димитерс уже заявлял, что не желает получать гражданство другой страны, а хочет лишь получить статус негражданина Латвии. Димитерс сказал, что его отказ от гражданства не является провокацией, а лишь следствием серьезных и обдуманных решений. Например, 15 августа Димитерс прибыл в одно из отделений управления по делам гражданства и миграции, чтобы передать заявление ненасильственной формы протеста. В нем поэт указал, что при режиме, творящем на сегодня в Латвии, не работают две статьи конституции страны, что Латвия независимая и демократическая республика, и что суверенность латвийского государства принадлежит народу Латвии. Именно по этой причине Димитерс больше не хочет быть гражданином Латвийской республики. Я поэт, говорю, думаю и пишу и пою по-латышски, поэтому я не хочу становиться гражданином другого государства. Но я не хочу также присоединяться к тем трём сотням тысяч граждан Латвии, которые уже покинули свою землю в условиях существующего режима. Я решил стать настоящим негражданином ненастоящего государства, говорится в заявлении Димитерса. Однако последней каплей, подтолкнувшей Димитерса к решению отказаться от гражданства, стал случай на станции технического осмотра. В своём микроблоге Димитерс пишет, что в прошлом году купил за 150 латов полностью ржавый Volkswagen Golf второго поколения, который своими силами реставрировал более года. Димитерс отмечает, что этот автомобиль – последняя неарестованная и незаложенная вещь в его семье, поскольку пару лет назад банк арестовал счета музыканта и его жены Лиги. А месяц назад некий пострадавший от меня миллионер из партии священников арестовал и мой последний источник доходов – авторские права, говорится в микроблоге. Димитерс пишет, что на станции техобслуживания меня ждала не слишком радостная новость. Судебные исполнители наложили арест и на восстановленную Колымагу. На вопрос, почему машину не отняли, я получил ответ, потому что слишком старая. Забавно. За осмотр государства получило 77 латов и 77 сантимов, а я мог бы снова ездить, пишет Димитерс.